Сеанс вранья Инструмент под названием Make в целом решает очень неплохо ту задачу, для которой он был создан изначально, а именно задачу построения сети или графа, ну скорее сети сборки, зависимости при динамическом построении сети зависимости при сборке больших и сверхбольших проектов для выявления порядка и подмножества, под графа, под сети. Нет, в данном случае даже линиеризации этой самой под сети сборки, только того, что нужно собирать в вашем проекте среди зависящих друг от друга компонентов. Проблема стоит в том, что будучи инструментом, в общем, очень развесистым и, главное, с очень большой историей, Make стал обрастать дополнительными всякими инструментами, которые позволяют решать вообще, в принципе, задачу создания проекта с помощью Make-файла. А задача создания проекта включает в себя не только напрямую генерацию чего-то из чего-то, но и, например, профилирование или опционирование, так скажем. Вот вы взяли, в вашей программе обмазали какой-то кусочек ивдефами, и этот кусочек, обмазанный ивдефами, у вас включается в программе только если вы этого захотите. Сказали минус D чего-то там, кусочек включился, не сказали минус D чего-то там, кусочек выключился. Или сказали минус D, там, не знаю, ширина равняется 3, и у вас собралось что-то, в чем ширина равняется 3. Сказали минус D, ширина равняется 42, и у вас собралось то же самое, но ширина равняется 42. Ну, тут так или иначе мы можем во втором случае ходить просто к C и говорить, что у нас C-флаги такие, минус D42 или минус D3. Вернее, что-то равно 3. Вот. А вот в первом случае включать фишу и не включать, это уже несколько, хотя тоже можно. Вот. Но это как бы та часть, с которой справиться легко, а есть части, с которыми справиться довольно сложно. Например, вы собираете вашу программу в окружении, в котором нету нужной для вас библиотеки. Как понять, какая конкретно библиотека для вас нужна? А если это принципиально другое окружение, допустим, вообще не Linux, а какая-то другая Linux-подобная система, где эта библиотека есть, но называется по-другому? Или есть, называется так же, но гораздо более старые версии, и там некоторые функции в ней работают по-другому? Вы сами можете обмазать ивдефами ваш сишный файл, и современный сишный код, особенно такой, не просто современный, а доживший до современности, с инших веков, сишный код, так и выглядит. У него всякая системная или инверентально зависимая сущность, обмазанная ивдефами, со словами, а вот этого может не быть, но мы и так тоже соберемся. А вот это вот, без этого вообще никак, а вот в некоторых случаях этой функции нельзя пользоваться, ну и так дальше. Все это обмазано ивдефами в количестве. Но как создать пачку вот этих дефайнов, которые эти ивдефы будут определять, в мэйке, в общем, это достаточно тяжело. Не говоря уже о том, что у вас может даже компилятор быть другой, для этого компилятора могут быть другие ключи. То же самое касается ситуации, когда вы собираете один и тот же бинарник с разными профилями для отладки, для, значит, релиза, для, там, ну, в общем, разными. То же самое касается ситуации, когда помимо мэйка в работу вашего продукта входит еще обслуживание всевозможных файлов, там, создание документации, например, и много чего другого. Запихать все это в один мэйк, это сделать чудовищный инструмент, который умеет плохо, но все. Да, мы знаем, что комбайн это такая штука, которая умеет все, но плохо. Или неудобно. Или с плохим синтексом. Вот. Хотя такие попытки тоже проводились, но, в общем, они провалились. А да, еще тестирование бывает. Ну, вы меня поняли. Возникла необходимость написания высокоуровневого инструмента, для которого, собственно, мэйк файл был бы таким же генератом, как для нас с вами генератами являлись промежуточные файлы с точкой О или что-нибудь в этом духе. То есть некий высокоуровневый инструмент, описывающий вас проект, из этого проекта генерится мэйк файл, а из этого мэйк файла уже можно мэйком собрать все, что угодно, как бы под конец. Вот. Первым делом, на слово проект, клюнули всякие здоровые ДЕшки. Типа, там, какого-нибудь Эклипса, вижу студию, вот. У кого еще были проекты? В древности был еще Borland Sea. Вот. Он же. Дельфин. Да нет, тот, кто Borland Pascal. Почему? Потому что для ДЕшек, у которых очень жесткое прибитие, очень жесткое прибитие к конкретной среде, половина этих функций не нужна, адаптация к нестандартному окружению не нужна, потому что они работают только в том окружении, в котором их можно запустить. Тот же Visual Studio работает только, а на винде, извините. Вот. Зато все остальные, все остальные настройки можно такими крышками выставлять, вот. И получается такой project file. Вот такой типичный штука, project file, в котором описано. А, еще у QT был свой когда-то. QMate назывался. Да, параллельно с этим, разумеется, вся вот эта хакерская тусовка авторов на Sea программы, вот, 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 все, вот этот, весь этот хакердом конца 80-х, начала 90-х тоже, разумеется, над этим работал. И вот как раз оплоды его трудов мы сегодня и посмотрим. Вот. А параллельно с этим стали развиваться инструменты уже независимые от конкретного IDE и даже независимые от конкретного окружения, но с той же целью. С целью определить с помощью желательно декоративного языка описания некоторый проект, в котором будут описаны свойства. С одной стороны будут описаны свойства окружения, которые вы хотите передать вашему проекту, там, условно, на Sea. Вот. А с другой стороны будет он сам, этот проект, вот этот, вот этот мета-инструмент будет обыскивать ваше сборочное окружение на предмет того, какими свойствами оно обладает. Если оно обладает подходящими свойствами, то у вас программа соберется, если не подходящими, можете заранее проверить, что она не соберется и, значит, предпринять какие-то действия. Или, если эти свойства частично подходят, частично нет, программа все-таки соберется, но у нее выключатся какие-то функции, чтобы это все равно произошло, а не, там, попытка, там, не знаю, заинклюзить какой-то несуществующий инклюзинг, немедленно свалилась с ошибок. Вот. Инструмент, о котором мы поговорим сегодня, но носит совокупное название AutoTools, он довольно развесистый. Мы с вами будем, грубо говоря, читать вот эту методичку, куда она делась. Правда, с некоторыми отступлениями чуть более глубже, чем здесь написано. Сразу отвечу на вопрос, почему я рассказываю про AutoTools, а не про как минимум два очевидных его конкурента и замены, CMake или Mizon. Значит, в случае, значит, и CMake, и Mizon, я так думаю, отличаются от AutoTools, в первую очередь, целеполаганием. CMake и Mizon предназначены для, на самом деле, более естественной, более часто встречающейся ситуации, когда у нас есть, ну, команда разработчиков, которые хотят разработать большой проект, возможно, сверхбольшой. Им нужен некоторый язык проектирования этого проекта и проектирования сборки этого проекта, внутри которого они сами определяют, как что будет устроено. Вот. Сонсорсовское, повторное использование всяких других проектов. Вот. И мне оказалось въехать вот в эту идеологию, несмотря на то, что она, ну, вы увидите, реально более, слегка более запутанная и синтаксически эта вся картинка выглядит не так красиво, оказалось проще, чем в CMake и Mizon. Вот. Кроме того, я на сегодняшний день не готов рассказывать про пару Mizon Ninja из-за какого-то совершенно необъяснимой ненависти авторов этих людей к MAKE конкретно. То есть, я все понимаю, но когда люди принимают свои решения и ведут свою аргументацию на почве, у нас сделано вот так вот, не так, как в MAKE, или мы будем делать что угодно, но не использовать MAKE, и это считается разумным, у меня падает индекс доверия к Этим Лёйзе. Так что пока что я нахожусь в состоянии недоверия к этой парочке, хотя на сегодняшний день это самый перспективный парочек. Вот. Что мне не понравилось, я расскажу в конце, если успею. Итак, AutoTools. Как видите, страшные диаграммы непонятные. Да? Дорогой Барс, мы с вами это уже делали в течение каждого нашего занятия, как минимум по разу, компилировать простейшие программы в C и C++. Этим мы занимались все это время. Так что сейчас уже поздновато это было делать. Если бы такой запрос в начале сентября поступил, то мы бы, наверное, сделали какое-то занятие под программированием FC. Очень небольшое. Вот. Давайте мы попробуем понять всю вот эту адскую схему на практике. Вот. И построим... Вот видите. И построим объяснение, как вся эта ерунда работает через примеры. Мне кажется, это проще. Так. Значит, я буду с вашего позволения подглядывать. То есть, фактически, я когда готовился к лекциям, я уже все, что я сегодня сделал, написал. Вот оно. Так что для того, чтобы просматривать, что происходит, можно пересматривать не вот эту вот нашу с вами запись, а вот этот вот гид. Вот. И я сюда буду подглядывать относительно того, чего у нас куда... Ну, какие изменения действуют. Какие изменения применять. Вот. Просьба не считать это копипастой, потому что я сам все это написал. Давайте мы создадим какой-нибудь каталог. Назовем его... Ну, вот он уже называется автокреп. Давайте мы... Это то место, как раз, в котором я все это сделал. Ну, давайте мы его сделаем автокреп.онлайн. Ну, потому что на самом деле, вот в том каталоге как раз и лежит этот гидкий репозитор. Первое, что мы сделаем, создадим каталог SRC, каталог, в котором у нас будут жить исходники. Исходников у нас будет постыдно мало, а именно один, потому что мы сегодня не занимаемся мейком, мы занимаемся конкретно компиляцией. Конкретно метаинструментарием. Положим туда вот этот файл, который делает буквально следующее. Ой, автокреп. Нет, не это он делает, а вот это он делает. Вот. Давайте посмотрим на него, что делать этот файл. Это программа, которая, как видите, использует Encurseys. Вот. Которая... Что она делает? Проверяет, что у нас входной файл из cdin, это действительно терминал, иначе вываливается с ошибкой. Дальше инициализирует Encurseys. Да? Вот. Даже окошечко какое-то создает. Дальше, в зависимости от определения переменной keypad, либо включает режим keypad, либо не включает его. Напоминаю, что keypad в курсисах – это попытка обработать escape последовательности как последовательности. Скажем, стрелку вверх нажимаете, и она escape сколько что-то видит. А keypad false означает, что стрелка вверх будет восприниматься как отдельно нажатая клавиша escape, отдельно скобочка, отдельно а. Вот. Я вангую, что в первом случае нам выдадут вот здесь вот... Keyname нам выдадут стрелку вверх, а во втором случае нам выдадут по очереди название этих самых клавиш. Вот. Дальше она делает окошко вин скролируемым, и дальше в цикле вы нажимаете на клавишу, а она, значит... Вот здесь вот вы нажимаете на клавишу, а она, значит, вам вывозит ее код. Здесь используется такой же грязный трюк, как в аналогичном коде, аналогичном тексте программы, который мы с вами уже видели, а именно первый раз вот этот vprintv производится, но мы его не видим, он затирается рамочкой. Извините, я понимаю, что это немножко такое, но зато программа короткая. Собственно, все. Вот и вся программа на курсисах. Давайте мы ее скомпилируем, посмотрим, как она работает. cc минус o, смеш o, ну, минус o, о. Что мы сказали? Мы забыли сказать, что у нас минус l курсис, можно сказать. Минус l курсис v. Вот теперь она работает. Ну вот она как работает. Вот клавиши. У меня сейчас она была скомпилирована без ключа кейпад. Это значит, что если я нажму на какую-нибудь клавишу, на какую-нибудь escape последовательность, то первый же escape выбросит нас из программы, потому что, я возможно забыл показать, она выходит при нажатии escape. Ого. Любое там f3, ой, не отсюда. f3 нас выбросит из программы, оставив от себя этот самый остаток escape последовательности стрелкой вверх, что угодно. Если же мы скомпилируем ее с минус d кейпад, то вот, пожалуйста, я не зря ванговал, вот я нажимаю на стрелочки, они, видите, отражаются как надо. А чтобы выйти, надо нажать escape и подождать. Через некоторый таймаут, который в курсе срегулируется, она поймет, что этот escape одинокий, и что мы на его нажали. Вот. Там буквально секунды происходит. Что, давайте что-ли сразу гид устроим здесь. Теперь я, с вашего позволения, подгляжу в шпаргалку и посмотрю, какой наш шаг будет следующим. Следующий шаг будет состоять в том, что мы запустим специальную утилиту, которая проанализирует наши исходники, и на основании этих исходников сделать нам прогноз, что именно нужно искать в сборочном окружении, когда мы заходим эту программу собрать где-то в другом месте. Еще раз. Есть программа на сей, она чем-то пользуется. Вот. Есть программа на сей, она чем-то пользуется. Та часть, с которой мы сейчас будем работать, фреймворк AutoTools, предназначена для того, чтобы проверить, есть ли в сборочном окружении то, чем пользуется наша программа. Итак, мы начинаем с запуска программы AutoScan, который и подсовывает ей наши исходники. Что при этом происходит? Что-то он не туда куда-то уехал. А, во, ему надо было указать каталог, в котором мы сейчас искать. Надо было искать не из СРЦ, а в текущем. Он бы нашел все исходники в текущем каталоге. Вот. Значит, смотрите. Ключик минус вебер босс нам на экран выводит некоторую информацию о том, что AutoScan посчитал необходимым проверять в нашем файле. Понятное дело, что о наличии каких-то сторонних библиотек он изначально не знает. Но вот, например, о том, что функция error должна присутствовать. Иногда она не присутствует в старых вариантах. О том, что должен присутствовать including unist.dh. Вот. И о том, что программу надо компилировать компилятором C. Компилятором C. Да? Значит, AutoScan знает. И он сформирует два файла. Один пустой. Вот. В этот файл попали бы предупреждения о том, что AutoScan считает, ну, как бы, опасным или, там, неудобным, или неправильным. Вот. А второй файл называется... Ой, да господи. Называется configuri.scan. И вот он-то нас и интересует. Из этого файла мы будем делать тот самый проект, который будет описывать наш проект. Извините за это в талоне. Этот файл является шаблоном для настройки программы под названием AutoCon, в котором мы сейчас будем запускать. Вот. Поэтому обычное его расширение заканчивается на AC. Configuriac. В народе называется Configuriac. Давайте мы его переименуем. Configuri.scan, Configuri.ac. Аc. Вот. А лог удалим. Лог нам не нужен. Тем более, что он пустой. Configuriac. Давайте в него посмотрим. Что мы видим в Configuriac? Мы видим, что... Ну, во-первых, давайте закомментируем вот эту строчку. Она нужна для проброса настроек внутрь программы на C и пока она не используется. Мы видим какую-то... Какой-то макрос, в котором будет написано, что... Ну, в котором будет написано небольшой, маленький такой паспорт к нашему проекту. Ну, давайте мы его поменяем на что-нибудь типа k-dump per версия, пускай будет 0.00 а баг-репорт пускай будет пускай буду я. Только тут точечка. Вот. И тут буква re. Значит, дальше нашелся какой-то файл, в котором, собственно, нашлись исходники. Дальше автскан выяснил, что нам нужен компилятор C и для этого был вызван макрос... Вернее, вставлен в наш профиль макрос ac-proc-cc, который означает, что нам нужна программа cc. Вот. Выяснилось, что было бы недурно проверить наличие хейдера под названием unist.dh и для этого был вызван макрос ac-check-хейдер, в который был вставлен список из одного хейдера, собственно, из этого. Вот. А еще автскан обнаружил функцию error, которая может не случиться в вашей операционной системе, и поэтому он ее тоже вставил в наш профиль. Надо сказать, что вот этот профиль в действительности довольно сложная штука. Написан он на языке макросов m4. Вот. На языке макроподстановок m4, в который мы сегодня залезать не будем, иначе не вылезем. Если звезды сложатся правильно, я про язык макроподстановок прочту лекцию в рамках спецкурса кафедры алгоритмических языков парадигмы программирования. Вот там-то этот m4 вы поимеете в полный рост, а я надеюсь, что так случится. А пока что мы только скажем, что вот этот текст обрабатывается специальным макропропроцессором существенно более крутым, чем препроцессор CPP в C. И в результате должен получиться shell-скрипт. Из этого всего получится здоровенный shell-скрипт, который и будет решать все те задачи, что мы возлагаем на мета-инструментарь. Вот. давайте посмотрим, как я модифицировал конфигуряк. А, никак. Это просто автоскан. Вот. А вот первоначальный конфигуряк. Давайте на него поглядим. пока все вроде чисто. Вот. Makefile он не увидел, поэтому он сюда не написал ничего. Это хорошо, потому что, вот видите, у меня здесь написал, значит, надо будет поправить. Вроде все нормально. какого эффекта мы добьемся, если эту программу запустим. Значит, вернее так, если этой штукой воспользуемся. Еще раз. Это профиль из макросов, которые взорвутся, подставятся и превратятся в здоровенный текст, являющийся программой на шеле, которая занимается проверкой нашего сборочного окружения на предмет, как сейчас видно, наличия компилятора си, вот такого заголочного файла и вот такой функции. и всего того, что этому сопутствует. Пробуем конфигурят. Сейчас давайте посмотрим, все ли хорошо. Давайте его добавим. вот автоконф. Образовался shell script конфигури. Он большой. 4000 строк на шеле. Конечно же это генерат в том смысле, что это результат макро-подстановки вот этих макросов, внутри которых есть еще макросы, внутри которых есть еще макросы и так дальше, и так дальше. ну обычный макро-взрыв. Результат макро-подстановки, зато этот результат макро-подстановки можно запустить. Что при этом происходит? Как и обещалось, происходит проверка наличия всяких инструментов сборочных в нашей среде. в частности, компиляторы си, рабочий ли он, в какой файл он выводит по умолчанию результат, не нужно ли .exe приписать, не замыслили ли мы тут кросс-компиляцию, то есть не получилось ли так, что тот бинарник, который мы порождаем на самом деле для другой архитектуры, да, объектные файлы, не gcc ли это, как как отладочную информацию добавлять, вот. Ну, в общем, зная различные окружения всякие, наш конфигурь, точнее, ну да, наш конфигурь проверяет, в какой из них он попал и как вообще работать в файл винахи. Греб Вити нашел. Вот. А вот здесь идут как раз проверки нужных ему хедеров и функций, которые, собственно, и порождены были тем, что он нашел ERRATLINE и UNISTED. Если бы у нас их не было, вот этих проверок было бы намного меньше. В результате запуска конфигуры создался файл под названием configstatus, он тоже выполняемый. Фактически configstatus это такой слепок конфигуры, запущенного с правильными параметрами. Вот. А вот здесь протокол работает в shell скрипта. Он тоже немаленький. Ну, там, 300, 300 каких-то. Вот. Обратите внимание также на то, что при сборке такого проекта внезапно наш конфигурер умеет запасать, но пока мы еще не сказали, куда это складывать, некоторый набор define'ов, тех самых define'ов, которыми, define'ами, мы могли обмазать код нашей на C, чтобы, например, ну, не знаю, там, не пользоваться библиотекой UNISTED, а вместо нее что-то другое использовать. А также какую-то информацию из паспорта, которую мы только что туда вбили, видите, имя этот самый keydumper, дальше некоторое имя с убранными большими буквами и убранными пробелами, да, версия, вот это вот. Тем самым, создав этот проект, сейчас перепишем, Александр, все сделаем. Создав этот проект, мы создали простейший скрипт, который в каких-то других случаях не заработал бы, если бы не были выполнены вот все те условия, которые мы туда проставили. Например, если компилятор сейчас удалить, разумеется, ничего не заработает, конфигуре не сработает. Вот. Тут Александр тут же, как обычно, по своему обыкновению знающий, на самом деле, о чем идет разговор, забегает вперед и спрашивает, а почему мы туда не вставили сам курс из H? Так давайте вставим. Да? Значит, значит, давайте вставим. Значит, чтобы вставить проверку на библиотеку, вот сюда, вот надо вставить какой-нибудь CheckLibrary. Давайте ее попробуем. Вот здесь. Вот он должен быть. CheckLip. Вот. И хейдер. Ну, с хейдером все понятно. Давайте сначала вставим его. У нас это как раз то, что просил Александр. Давайте проверим, что есть еще хейдер inCursesH. Вот. И проверим наличие библиотеки. Вот. Значит, макрос для проверки наличия библиотеки выглядит следующим образом. Здесь у нас список библиотек. Кстати, непонятно, почему список, потому что библиотека собственно одна. Здесь функция из этой библиотеки. Здесь действия, которые делаются в случае, если эта проверка удачна. А здесь действия, которые делаются в случае, если эта проверка неудачна. И обратите внимание, что на слово error, что скорее всего они приведут к ошибке. И если не найдена соответствующая библиотека, у нас конфигурь наш упадет со словами, знаете, библиотеки-то такой нету. Или библиотека такая есть, в ней такой функции нету. Или и тут я раскрываю небольшой секрет. Я попыталась собрать программку с этой, из этой библиотеки, с этой функции, а она не собралась и упала. То есть, такого рода тесты конфигуре производит не только путем поиска соответствующих библиотек, хеддеров и всего остального в нужных местах, но и путем тестового запуска. Именно поэтому, кстати, конфигуре работает довольно долго. В частности, и для инклюдников он тоже формирует некоторый тестовый файл, в котором инклюдится это что, а потом его пытаются откомпилировать. Если компиляция падает, он сразу говорит, знаете, это какой-то нерабочий инклюдник. Не буду я его вам советовать. Меня человек с ником Крафтер Колян спрашивает, а почему он сразу не нашел энкурсис в как нечто требующее проверки? Честно, не знаю. Не знаю, и в общем обычно я не привык надеяться на такие волшебные определялки, да, вот. Особенно в учебном смысле лучше ручные определялки, чем волшебные. Так, ну что, давайте проверим то, что мы наделали. Итак, мы поставили определение библиотеки и поставили определение еще одного хедер-файла. Запускаем автокон. У нас генерируется новая конфигура. Смотрим, что получилось. Вот проверка на хедер. Причем, обратите внимание, что эта проверка аж тройная, да, он проверяет, что он есть, он проверяет, что он рабочий и еще что-то проверяет. Можно сейчас заглянуть в код конфигуры и посмотреть, кстати, как она работает, но, ну, можно, да. А вот эта проверка на библиотеку, вот она, да, вот. Давайте действительно полюбопытствуем, мне самому интересно, во что это все раскрылось. Давайте попробуем посмотреть, как компилируется сквозь. как компилируется вот эта штука. О, смотрите, она сварганила маленький кодик, в этот кодик вставила init.cr, return. init.cr и попыталась все это скомпилировать, естественно, игнорируя, что нету нормального инклюда, естественно, игнорируя, что, ну, короче, много чего игнорируя. Вот. Зачем? Чтобы посмотреть, нет ли, есть ли хотя бы в финальном бинарнике такой символ. Если он есть, значит, даже когда мы неправильно хезер указали, не указали его вообще, но, по крайней мере, с ним скомпилироваться можно. И на основании результата этой компиляции, вот, trylink, компоновки, то есть до компоновки этого файла так, чтобы все-таки нашлось, нашлась соответствующий, нашелся соответствующий код, соответствующий символ в библиотеке курс СВ. Она принимает решение, если хоть как-то с этим можно скомпоноваться, пускай с предупреждениями, что вы неправильно описали функцию. Это хорошо. Если нельзя, нельзя. Примерно такая же картина, я думаю, будет и с инкурс СВ. Ну, в общем, примерно уже понятно, о чем идет речь. Вот. Ну, тут, видите, какой-то общий shell скриптик. Кстати, я думаю, он где-то еще в отдельном месте определен. А, нет, вот он. Это функция, которая, короче, жует header файл и как-то его, значит, его работоспособность определяет. Я даже больше того скажу. Давайте мы сделаем маленькое извращение. мы возьмем и проверим какую-нибудь... А, нет, тест номер один. Что будет, что будет, если мы потестим вот с помощью этого конфигурационного файла, с помощью этого проекта не существующую библиотеку. Например, библиотеку Inkers, которая не существует. Дудух. Видите, да? Та же самая картина получится, если мы если мы поищем несуществующую функцию. Вот. А вот если мы не укажем сообщение об ошибке, то мы вполне можем добавлять в наш список того, что мы хотим, зависимости. Список того, что мы хотим опциональные библиотеки, которые будут найдены, что их не существует, но тем не менее это всего лишь будет означать, что мы кому-то просигнализируем, что их не существует, а никакой ошибки в этом не будет. Так, что-то я тут лишнее сказал. А если сделать вот так вот? А, нет, я знаю, что я сделал. Вот. Смотрите. Давайте сделаем вот так вот. Во. наш проверятель проверил, что не существует, что сборка библиотеки NonExist с символом Complete or Lost внутри неудачная. Где-то это записал, можно даже это сейчас почитать, где он это записал, но профилирование не упало, вернее, адаптация, потому что мы не написали, что надо падать. Ну, мы продолжим. Он записал это в лог, да, и у него где-то в процессе было сформировано, сформулировано, вот, сформулировано переменное окружение, в котором было написано, что такой библиотеки нет. Так, давайте мы это зафиксируем. вот, вот, а сами поглядим в паргалку дальше. А, смотрите, значит, идея стоит в следующем. Мы хотим вот эти сведения, которые мы тут только что сгенерировали и про которые мы видели где-то в логах, что под них формируются такие дефайны. Мы хотим эти дефайны куда-то положить, вот, чтобы потом эти дефайны заинклюзить из, значит, из нашей программы. Давайте мы так и сделаем. Во-первых, мы в конфигуре расчехлим эту строчку, которую мы для тестов зачехлили. Вот. В результате будет создан файл конфиг h.in. Вот. В результате будет создан в конце концов файл конфиг h, но тут надо понимать, что конкретно с этим файлом конфигуре поступает следующим образом. Он его читает, шаблон для него, который называется config.h.in. И в этот шаблон прочитанный подставляет те значения, которые он сам нарыл, которые не нарыл, не подставляет. Вот. У нас файла config.h.in нету, поэтому для нас его нам сделает другая утилита, которая называется, кажется, автохедер. Давайте посмотрим. автохедер. вот он. Давайте туда заглянем. Автохедер ровно так же анализирует конфигуряк, выковыривает, ну, что знает, разумеется, выковыривает оттуда какие-то значения, которые предположительно будет знать конфигурь после запуска. и формирует некий хейдер файл, в котором, в общем, который потом будет превращаться из этого в, собственно, конфиг.h путем в некоторых случаях define или закаменчивания вот этих всех переменных. Видите, он везде написан ondev, а я вангую, что на самом деле везде здесь будет define, потому что на самом деле все эти хейдеры и все эти библиотеки или что-то такое они тут есть. Вот. То есть это шаблон, который нам генерирует автхейдер, в этом шаблоне собраны на основе анализа конфигуряка в том числе те define, которые нам понадобятся при работе нашей программы, о конфигуре. Теперь, поскольку мы поправили конфигуряк, мы сказали, дорогой, у тебя еще конфиг.h есть, сгенери, пожалуйста, его. из этого шаблона сейчас сгенерируем то, что нужно. Так, auto-conf, auto-header, конфигуре. О! Ну вот, видите, я не зря, я не зря ванговал, за исключением libnodexist, который non-exist, я об этом нам конфигуре уже рассказывал. Теперь он это не просто рассказывает, теперь он кладет в .h файл. Эту .h файл можно смело инклюдить, например, в нашем коде. Вот. Я только не помню, как я это делаю. Я это делаю вот так вот, как локальный. Вот. Можно смело инклюдить и пользоваться вот этими define-ами вот этими define-ами для того, чтобы что-нибудь такое делать в нашей программе. Ну, с вашего позволения, я не буду обмазывать его и в DEF-ами, потому что, ну, в смысле, он у меня уже обмазан и в DEF-ами, но это чуть дальше про это. С вашего позволения, я не буду обмазывать архитектурными и в DEF-ами, как это обычно бывает. Вот. А просто на первых порах воспользуюсь вот этими именами, которые... Вот тут написано Windows, вместо Windows давайте мы напишем что-нибудь типа %s в скобочках %s и, соответственно, packageString и packageBackReport. во. То есть, я могу внутри C-шного кода, заинклюзив вот этот конфиг h, который генерирует, теперь генерирует нам конфигурь, пользоваться результатами того, что этот конфигурь наконфигурил. В частности, каких-то мной заданных параметров, про них сейчас еще будет разговор, каких-то найденных параметров и каких-то ненайденных параметров, чтобы, значит, этот самый ifdev, вот как в случае вот здесь вот, да, у нас будет неопределенный. Давайте для начала попробуем... Ага, он говорит, не могу найти конфиг h, хорошо. Твой конфиг h лежит вот здесь. Отлично. О! Вот эти define-ы приехали к нам в определение нашего C-шного кода и вот так. Так, давайте мы посмотрим, что нам нужно добавлять в архив, в гид. Обратите внимание, что по большей части это все генераты. Да? Все является генератами. от начала до конца. Вот это мы модифицировали и это все генераты. Они нам не нужны. Очень хорошо. Кажется, я дальше в своих изысканиях сделал так, чтобы с помощью конфигурии можно было передавать произвольные плюшки туда, внутрь C. То есть, вот у нас, смотрите, у нас есть файл, у нас есть два define-а в этом k.c. define-dx, который определяет размер рамочки, и define-keypad. И до сего момента мы делали это, конфигурили таким образом, что keypad, этот самый, мы определяли в командной строке, ну и dx тоже, если бы мы, допустим, сейчас его переопределим. а, я все стер, окей, да, елки, если мы сейчас определим, перепределим этот dx, вы увидите, видите, какая рамочка узкая, да, вот, ну, собственно, на это и влияет. Так вот, давайте сделаем в нашем проекте возможность передавать вот эти самые параметры не при компиляции, а непосредственно при конфигуре, чтобы вот эти keypad и dx приезжали к нам в конфиг.h и оттуда забирались. Вот, это где-то, где-нибудь вот тут, вот, можно сказать, чек, а, ну, скажем так, вот, что для этого нужно? Для этого нужно, сейчас я подгляжу, для этого нужно использовать макрос, который называется arg-enable. Давайте я прям копипащу, только вот не так вот, а не так вот, а где тут row view? Row view, view, row, вот, arg-enable. И объясню, что это значит. Фактически, фактически, мы, это, кстати, не виз, а enable, давайте поправим. Используем стандартную синтаксис программы конфигуре, которую можно сказать минус-минус enable минус что-нибудь, неважно что. И вот это неважно что в данный момент называется keypad. В выводе программы конфигуре, когда мы ее запустим с ключом минус-минус help, кстати, давайте ее прямо сейчас запустим. Вот это она умеет по умолчанию, как видите, немало. Можно переопределять каталоги, где что-то лежит, можно переопределять компилятор, который мы компилируем, флаги, с помощью которого мы компилируем, много чего можно переопределять. Так вот, с помощью этого макроса мы не только определяем, что делать в случае, если мы сказали нашему конфигуре enable keypad, но еще и добавляем в help строку, что, чуваки, минус-минус enable keypad, это enable escape последовательности, пожалуйста, имейте это в виду. После этого наш, если мы вот эти два, наш конфигуре научится обрабатывать параметры минус-минус enable keypad, а для того, чтобы он еще и куда-нибудь результаты этого обработки этого параметра заносил, так-то будет просто определена shell переменная внутри вот этого страшного конфигура скрипта. А для того, чтобы он их куда-нибудь заносил, ну, например, в config.h, мы ему скажем ac-defin. Пожалуйста, определить define keypad в случае, если, в положительном случае, то есть, если эта штука была enabled. Если она disabled, здесь параметры ничего не делали. Если мы сказали минус-минус enable keypad, keypad приедет в define, если не сказали, не приедет. Давайте это проверим. Так, давайте, что ли, напишем auto-conf auto-header конфигура минус-минус help auto-rong ау, как он? О, видите, вот это минус-минус help появилось enable keypad. и давайте тогда скажем минус-минус enable keypad. Че? Посмотрим в config.h. вот он. Вот. Значит, таким образом мы можем с помощью конфигуры планировать профиль нашей будущей сборки, который отражается в конфигаше. Вот. И дальше config.h. инклюдить. И теперь смотрите, теперь если мы скомпилируем нашу программу без этого самого enable keypad, где она тут? Во, вот эту вот уберем. Ну, а здесь пока пусть будет там 10. Keypad будет уже работать, потому что заинклюднутый заинклюднутый конфигаж содержит этот самый keypad. А если мы, скажем, disable, да? Поищем. он будет андев. Ой, нет. Что, не будет? А, отстой. Я же сказал disable. Что сделал не так? ну вот. Ладно, давайте мы это слегка пропустим, хотя, конечно, не прав. Интересно, почему так? Возможно, здесь надо было сказать оцетдев, но да шо ж такое, обидно. так, давайте посчитаем документацию, нехорошо это. Да-да-да, получилось слегка бессмертным. я просто думаю, смогу ли я в онлайне это дело поправить, или нам придется все-таки это отложить, и я потом пофигшу лекцию, ну, потому что что-то мне не нравится то, что я сказал. Я, конечно, могу здесь написать action of not give it андев этот самый, но... Слушайте, а что будет, если я вообще не скажу ничего? Извините. фу, пронесло. Никакого disable, все. Я на скорости забыл немножко о семантике работы этого ключа. Вот. Значит, если сказать enable keypad, он включится, а если не сказать enable keypad, то он не включится. Вот и все. Вот. Да. Получилось. Хорошо. Так. И это все еще опционирование сборки. Давайте мы в эту сборку еще добавим переопределение этого самого dx. Да? У нас же еще dx есть. С dx такая же штука, за исключением того, что он по-хорошему надо было, конечно, использовать with, а не enable, но богу с ним. Я... Вот. Значит, за исключением того, что мы должны явно указывать размер этого самого ширины рамочки. Вот. Ну, я покрутил, покрутил, решил остановиться на простом варианте, тем более, что он показывает, как можно передать конкретное значение в... Чтобы оно приехало из скрипта конфигурь, который порождается из вот этой штуки, в наш конфигаж. И делается это так. Вы говорите define unquoted, а здесь говорите доллар enable frame. Дело в том, что из каждой вот такого клюшки enable что-то там, формируются шельные переменные под названием здесь, например, enable frame, а здесь enable keypad, и к его значению можно получить доступ. Вот. Другое дело, что для этого нужно использовать другой макрос, иначе, если мы скажем просто вот так, то в define приедет enable frame с долларом в начале. Да? Он должен раскрыться сначала. Вот. Давайте проверим, что это работает. Во! Вот он, этот help. Да? Теперь давайте мы скажем enable keypad, потому что так удобнее. Enable frame равняется, ну, скажем, трём. А это уберём. Потому что, да? Вот. А если мы скажем не трём, а, допустим, 7? Тот 7, пожалуйста. Вот. Таким образом мы можем передавать в, вот теперь уже точно, клин и коммит. Таким образом мы можем передавать в определять в нашем проекте клюшки, которые мы можем передавать внутрь текста на C и передавать их собственно. Вот. Есть вариант без этого самого параметра и с параметром. Вот. Там ещё есть минус-минус width, который тоже делает примерно то же самое. Но, честно, разбирать 100-500 параметров of conf мне показалось лишним. Ну, ладно, пускай так будет. Окей. Смотрим шпаргалку дальше. А, makefile. Нам пора делать makefile. Слушайте, а то, что же это мы? Нам пора делать makefile. как всегда makefile это в случае конфигуры. Конфигур будет искать сгенерированный кем-то шаблон под названием makefile.in и делать из него makefile. Подставляя туда в этот шаблон свои конфигуристые переменные. Для того, чтобы создать makefile.in он может создать руками, но тогда, в общем, это не так интересно. Гораздо интереснее сделать makefile на основании того, всех тех знаний, которые с собой приносит автотулз, и в частности утилита automake, еще один участник процесса сборки, называется automake. Вот, давайте мы подглядим вот сюда. Makefile.in значит, обратите внимание на то, как выглядит makefile.in значит, точка automake, как он выглядит с точки зрения обычного makefile.in во-первых, он действительно обычный makefile, вот, в котором не определено ни одной цели, ну, типа собрать файл, собрать бинарник, вот это все. Вместо целей здесь определены переменные, ну, с переменной cflux вы уже знакомы, и логика примерно следующая. Мы говорим binprograms это key, список программ, которые мы собираем, то есть, это финальная цель, которую мы собираемся собрать программ, называется key. Когда мы говорим key, подчеркивание sources, мы говорим, что программа под названием key будет собираться из таких-то исходников. Да, вот такой синтаксис имя бинарника входит в название переменной. Вот. Зато это позволяет как можно меньше сюда писать, как видите. Вот. Все остальное, все остальное автомейк решит за нас. Вот. Мы сейчас посмотрим на порожденный makefile, он будет здоровенный. Так. Это что касается автомейка, и автомейка этот надо вызвать. Автомейк надо вызвать. И вот это надо вписать в конфигуряк. В конфигуряк надо вначало вписать, что мы генерируем автомейк. вот он вот самое начало писать что мы генерируем автомейк автомейку сказать две дополнительные клюшки первое начнем со второй вторая что у нас хищники находятся во многих произвольных каталогах в подкаталогах в том числе вот если бы это было не так нам бы пришлось делать несколько вложенных автомейков то есть один в текущем каталоге 1 в таком каталоге с рц но мне не хватило на это времени а главное я решил вас не запутывать оно и без того как видите такое себе вот то есть subdir object означает что мы будем искать исходники не только в текущем каталоге но и в подкаталогах в противном случае мы бы там искали еще один macfile . m а вот foreign означает что мы не собираемся следовать полностью workflow который предполагает сами разработчики гну авто туз в частности мы не будем хранить чинж лог в указанном формате мы не будем хранить список автор в указанном формате мы не будем хранить news в указанном формате короче говоря если эту опцию не включать то конфигурь а точнее не только конфигурь в том числе автомат будет подразумевать что у нас в каталоге есть не только исходники но и некоторая информационная инфраструктура вокруг этих исходников которая соответствует workflow предлагаем разработки здесь разработки разработчиками авто туз вот поскольку мы с вами пользуемся гитом дело в том что авто туз изобретался до времен исторического материализма когда не был не то что гита я опасаюсь был ли тогда cvs возможно его тоже не было и люди общались торболами или видеть торболами вот и понятное дело всю историю разработка читали внутри этого торболы в каких-то файлах вот тип того же чинж лог вот и на это наложили некоторые некоторую дисциплину которую мы с вами соблюдать не хотим если мы захотели соблюдать нам пришлось создать много пустых файлов но зачем раз уж мы все равно их не соблюдаем вот это в начале а в конце нам надо выгнать этот маяк файл где-то самом конце вот он в самом конце этот маяк файл надо выгнать чтобы он чтобы он сгенерился кстати сказать вот эта опция от c конфиг files мы туда можем включить если нам хватит времени мы это сделаем мы туда можем включить какие угодно файлы и тогда их авто как он будет обрабатывать и делать из них искать файлы под названием . им и делать из них файл под названием просто без точки вас что при этом с ними будет происходить я пока не в курсе но мы сейчас все это узнай так итак мы включили поддержку автомойка мы включили генерацию мэк файла вот и теперь давайте мы временно зайдем обратно на нашу страничку с вот этим workflow посмотрим что в результате есть автоскан мы запустили но нам больше не нужен у нас есть конфигуряк у нас есть макфайл м значит мы уже умеем запускать автохезер автомейк авто конов и конфигурить мы только опустили запуск скрипта ac local а клокал который нужен для того чтобы как-то немножко по подправить ту дефолтную конфигурацию которую вам с которой будет потом работать автокон автокон впадет в систему найдет где-то библиотеки найдет какие-то пути еще чет найдет вполне возможно вы хотите чтобы автокон умел еще что-то или умел что-то не так например подсунуть ему какой-нибудь макрос для поиска какой-нибудь интересной библиотеки которые в его собственном дистрибутиве нету вот для этого нужно клок вот значит автокон макросы для автокон начинаются на c тут александр спрашивает как определяется начало имен макросы для для автомейка которые используются именно в автомате называется на а м вот авто с я даже забыл что это такое авто с авто с забыл честно не помню я им не пользуюсь это нет короче не вот то есть обычно c или а им поскольку это различные утилиты которые идут различными путями у них может быть мы мы на и space clash в их макросах поэтому ничего удивительного что их макросы тогда автоскан конечно спасибо дорогой да конечно паска вот хотя куда он пойдет автоска но от него наверное останутся какие-то следы да да точно вот поэтому поскольку у них на space clash возможен понятное дело что кстати конфиг статус запоминает все ключи которые мы выдали конфигуре и поэтому его можно повторить для воспроизведения той же самой конфигурации не вспоминая какие в прошлый раз эти самые ключи мы этому самому конфигуре выпили довольно забавная штука ну что давайте мы еще раз мы их файлаем посмотрим бинарный программ называется ки этот ки собирается из ки точка с вот а еще есть гитклин который сделает вот ну что да и я забыл предупредить что теперь я не буду запускать вот все эти программы подряд потому что на самом деле есть прекрасный утилит авторикон вот который запускает все их авто хи авто конф авто хедеров а клокали автомой еще авто поинт который я не знаю кто такой авто поинтоге тектайз это мы к этому еще придем когда будем говорить о переводе вот вот я спал кроме того используется любту но я в любту не умею вот и может быть у нас не хватит времени на то чтобы я научился ну и короче вот но по умолчанию запускается вот эта вот пачка авто хейдер ок около автомой и кажется все вот и на вполне достаточно минус f форс минус и установить все недостающие файлы для того чтобы наш майк работал с кажется сделать сим линке они просто скопировать их и в вербуз что сделал авторикон запустил а клокал минус минус форс определил кстати у нас нет перевозов обратите внимание запустил авто конф с ключом минус минус форс потому что минус f запустил то хейдер с ключом минус минус форс запустил автомейк со словами от миссинг то есть если чего нету пожалуйста сюда и force миссинг что всего чего нету копировать накладил на кучу какого-то треша это автомейковский треш который используется в том майк файле который нам сгенерил сгенерит сейчас конфигурь теперь конфигурь по идее должен еще и майк файл генерить вот он дайте ну посмотрим он реально страшный да нет не очень страшный всего 700 строк вот что это такое это генерат теперь майк файл является генератор в котором определены какие-то в большом количестве какие-то переменные большую часть из них нам не нужны но некоторые мы можем узнать узнаете да вот некоторые из нас нужны из них например ци ци да талды где он тут вот да тут тут александр острит а теперь вспомним сколько было строк в программе в программе было мало строк это правда но как это в обратите внимание на то что в профилях которую мы с вами создали строк тоже мало это в генератах много но в генератах много столько должно быть и повторяю эти генераты очень 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 экспенсив то есть в них есть задумки на такой workflow как до которого мы с вами не добрались сегодня и не доберемся смотрите тут какой-то и анализаторы си такса и какой-то сископ и и черта лысого и тарбол можно собрать кстати если же очень хочется короче говоря этот майк файл гораздо более развесистый и поддерживает уже из коробки гораздо более большее количество того что чего и все это по умолчанию чем то что мы написали вот здесь вот ну естественно если сказать просто мэйк у нас уже все соберется видите вот это обратите внимание на две вещи мне не нужно теперь указывать минус и . потому что он сам нашел где лежит у него конфиг еще определил на всякий случай have конфиг h на тот случай если моя программа спрашивает есть конфиг h будем отключить конфиг нет конфиг h не будем отключить как так тоже может он сам при баб присобачил какие-то дополнительные параметры но эти мы сами задали вот это очень забавная опция компиляторы gcc которые позволяют из самого гцц формате в мэйк 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 выковырять некоторые зависимости вот собственно они и в результате немножко их поживав все собрал до цель по умолчанию называется ол аэм пол авто мэйк вот давайте проверим да кстати теперь файл называется него а окей вот он у него как видите включенный этот самый включенный кейпад и у него как видите 4 что ли равно как мы и говорили в конфигуре да фрейм равно 4 вот значит разумеется разумеется в этом мэйк файле есть target clean который удаляет все генераты от процесса сборки есть target дист клин который удаляет все генераты от процесса генерирования а включая сам мэйк файл это я отвечаю на вопрос крафт крафтер коляна может ли все это вся эта машинерия удалить весь генерат но это такой я честно я честно дальше не шел не исключено что я просто не знаю а на самом деле это есть обратите внимание что при этом удалились далеко не все далеко не все генераты которые являются генератором сейчас давайте мы добавим то что не является генератом в гид а вот это все генераты откуда они здесь и зачем когда вся эта машинерия задумалась авто тулс интернета в общем не было то есть люди там ну файлы на ленточках друг другу передавали в качестве обмена информации то есть вполне могло возникнуть так что на вашей машине есть компилятор си но вы же программист есть шелл возможно есть м4 но я не помню нужно ли им 4 при за при старте наверно нужно а вот всей остальной машинерии все всего авто тул за и вот этого всего нету или нету какой-то зависимости которая для них нужна или они у вас не очень хорошо работают в этом случае исходниками для вас как для потребителя такого рода исходник является не только исходник на си конфигуряк и макфайлам но и вот эти генераты вот эти конкретные которые были частично сгенерирована частично вообще скопированы из из-за угла и вы не будете запускать авторе кольф авто авто кольф авто мэйк авто хедер вообще вот это все а сразу запустите конфигуре то есть основной элемент того что вам понадобится это конфигуре ну а остальное это сопутствующий поэтому считается с точки зрения вот распространение видит арбов в произвольное окружение что все это вот все эти генераты на самом деле не генерат так что частично удалить их можно а вот это все надо удалять руками повторяю надо может быть поискать не исключено что в современных авто тулзах есть возможность удалить и эту всю ерунду тоже она знает что как бы и всего этого нам нужен только конфигуряк и макфайлам вот а значит до чего мы дошли ну смотрите как чистенько ну-ка кто там у нас был enable ну спасибо сейчас проверим а ну вот я и говорю значит чаще 1 и бог то я забыл кто там и на его да без разницы кого и на ему типа кстати вспомнил авториконов и а еще и make ну-ка они умеют минус минус ну давайте так да спасибо вот вот прям вся вся весь процесс у нас укладывается в 3 в 3 операции первое все переконфигурить второе смысле все перегенерить 2 запустить конфигурить третье от компилировать вот теперь у нас генерится мир файл теперь у нас ну короче видите все все прям как у людей ну монтайнер клин еще удаляет удаляет что удаляет депсы да вот и автомат кэш а вот а клоком перста оставляет да и конфигашин оставляет ну короче короче нет еще раз повторяю весь этот механизм был изобретен еще когда не был нормальных систем контроля версий и вот эти генераты как раз выполняли роль таких промежуточных хранилищ на их обычно не удаляли их перегенерировали все равно если они устарели мы к вам все это перегенерирует вот ну а нам с вами в gt их хранить совершенно не обязательно вот что еще умеет автотулз автотулз умеет овер дофига на самом деле прям реально очень многое то есть вот если сходить по вот этой книжке вот поэт или поэтой вот то правда очень много вы смешно значит ну не знаю дайте пример приведу и на этом мы перейдем на разговор на разговор про всякие другие утилиты на такой стиле бла-бла пример пример с тестом у меня был пример сейчас я посмотрю предположим мы захотели потестировать нашу программу для этого мы добавляем в мы к фалам специальную переменную которая называется тест вот и в ней просто перечисляем бинарники которые будут запускаться запускаться в виде тестирования мы с вами еще будем говорить о тестировании в соответствующей лекции сад поэтому это все я просто на скорую руку демонстрирую как воспользоваться тем воркфлоу который придает предполагает автотулз вот ну вот у меня тут какой-то shell скрип был написан давайте мы его тоже напишем допустим 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 тыгрик тест . шип вот сам этот тыгрик тест . шип можно было написать но можно сделать как настоящий генерат смотрите возьмем какой-то тыгрик тест у нас называется в чем будет состоять в том что мы сейчас запустим наш что мы запустим наш ки с переопределением этого самого ввода вывода а он нам выдаст ошибку то есть exit статус этот самый не ноль и еще скажет что он не терминал ну exit статус я проверять не буду хотя конечно мог бы да дайте так эхо сейчас дайте скопи пащу чтобы сэкономить время а то у нас она уже поджимает во что здесь написано ну давайте мы один уровень косменности то вынем значит здесь просто создается некоторый файл под названием ттыгрик тест . шип мы в него сейчас заглянем и там будет написано буквально следующее запустить кей вот и сравнить результаты выдачи это самого кейс словами . кей но это терминал да вот 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 с этими словами если они равны значит тест прошел вот такой тупенький тестик но он работает давно зато чмот сделать этому файлу так давайте мы еще раз тогда запускаем всю эту машинерию а чё-то у меня мы их не работает а потому что мы клин не сделал да вот я сейчас я посмотрю тут должно быть интересная вещь они должны отличаться тут где-то должна быть среди этой штуки даже сейчас смотреть не буду проверка на проверка на то что есть фреймворк для тестирования гнута стрим как-то так называется вот с драйвер видите раньше такого такого файла у нас в каталоге не было от того что мы определили тест появился появилась симлинка на на некоторый на некоторый бинарник составе автомейка который тест драйвер наверняка тоже шелска вот и он с помощью него в мейк файле в нашем появился появился таргет чек вот нет чек то не речь яка просто чек ну вот он чек а м ну и дальше там цепочка таргет в которой теперь они знают что у нас есть переменная тест в которой есть не нулевой не нулевое содержимое вот и значит где-то тут вот он вот он да и где-то там дальше вот этот чек тест нам раскроется в собственно запуска этого самого скрипта вот так что если мы скажем мэйк чек то запустится специальный фреймворк простейся совершенно простейший фреймворк для тестирования которому скажут у вас один тест этот тест вот он мы сейчас создадим мы его запустим он прошел total 1 pass 1 вот зато давайте посмотрим как выглядит этот файл ну видимо понятно как он мы запускаем кей с перенаправлением ввода вывода стдр перенаправляем на стадо вот результат этой штуки сравниваем с вот этим да это буду будет могли бы что-то проверить возвращаемое значение из вот 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 пожалуйста мы внезапно воспользовались всякими фишечками которые вот там в учебнике по авто туз есть связаны с workflow по разработке уже не не по разработке программы в данном случае по рампу при фигачивании туда тестов вот генератор стал еще больше вот мэйк клин не помогает хотя видите результаты тестов от нас отвяли вот ну в общем поскольку мы бы изменили на самом деле только мы к файлам остальное можно смело тратить смело тереть все это все что я хотел рассказать на сегодня про авто туз думаю что и так много значит я удержался от соблазна показать почему у них синтаксис такой что такое m4 ждите конца семестра вот я надеюсь что мы не столкнемся с этим а тем временем надо рассказать про какие-то другие инструменты которые встречаются значит если наша задача состоит только в определении того с какими конкретно ключами надо собираться если вы собираетесь данной библиотекой например или с данным фреймворком или какие инклюдники делать или дети инклюдники лежат то на самом деле это не работа нефта туз не мэйка на самом деле к каждому фреймворку каждому пакету библиотек по-хорошему должен прилагаться некоторый описатель который говорит с какой библиотекой собираться и какие где лежат инклюдники такой описатель есть несколько форматов но самый из них популярных pkg-конфиг вот фидестоп его потихонечку сейчас бант майданит это просто список текстовых файлов давайте попробуем вот это просто список текстовых файлов в которых в стандартном формате написано как собираться с некоторыми библиотеками ну давайте что мы знаем инкурсис вот давайте конкурсис вы посмотрим в . писи вот значит ну сразу скажу вот эта штука она системно зависимые дистрибутивно зависимы то есть но понятное дело не лишнее не лишнее знать что это конкретно библиотека считает что ее собрали вот при таких настройках что бинарники лежат в смысле общий префикс usr библиотеки usr лип 64 а инклюзив из инклюзив это версия аби вот это собственная версия это имя определение а вот собственно это все короче паспорт а вот собственно то чем мы хотели вот так собирать с этой библиотекой либо им курсис в либо минус лтинфо правда сказать что минус лтинфо совершенно не обязателен по современным меркам и увы даже если одна библиотека хочет другую вот эту другую указывать не обязательно вот вот это с какими параметрами на самом деле там все еще внутри собрана то есть вас что потребуется библиотека или гпм под линуксом это в общем частый случай гпм это штука для поддержки мыши в консоли линуксовой и возможно термофор им как-то уметь пользоваться и курсим как пользу а это что касается того как запускать сборку си вот здесь как видите определяется две перемены дефолт-сорс и x open-source равняется 600 но в действительности этим почти никто никогда не пользуется она и так работает при попытке все собрать вот примерно также выглядят все остальные пока вы конфликт файлы более или менее одинаковые степени сложности давайте по цире какой-нибудь нет 28 вот пожалуйста примерно такая же картина да вот это минус эльц которому надо собирать на самом деле он собран с подрядом оси флаг вообще никакие не нужны вот если у вас он где-то лежит инклюид ники не в стандартном каталоге то в караганфиге это тоже будет прописано я думаю что в питоне например а да вот вот видите сифлакс значит для того чтобы собраться с липой там надо собираться с липой там а вот для того чтобы сишник компилировать надо минус и инклюидир партн 3d ой 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 значит пока гонфиг осталось пять минут на то про что я обещал вам не говорить но видимо так и не скажу а скажу только очень кратко есть две на сегодняшний день такие здоровые подсистемы есть еще больше подсистем еще более здоровых или еще более как это сказать ну скажем вот то чем собирается то чем собирается большие гугловые проекты г-20 но из популярных 2 поддержки того же самого о чем мы начали сегодня разговаривать поддержки мета инструментариев и это семейка и мизон семейк довольно старый ну реально такой вот в первую очередь предназначен для си плюс плюсных проектов для всяких проектов для всяких вот и клипсов и прочего такого когда вы делать один большой проект и накликивается там его свойства вот но побольше по большей части он обладает примерно теми же свойствами что автотулз он хорошо документировал он огромен он в отличие от авткрепа ведь автотулзом обеспечивает работу с несколькими бэкендами а не только с мэйком в частности с модный ниндзей с вижу с xcode вот еще что там к мэйк он раньше умел у него есть свои своя логика так вот таких вот проверок которые мы сегодня использовали в частности он умеет ходить как пока конфигу или вместо него работать вот главный его недостаток я его про него говорил в самом начале он может быть на самом деле достоинство для вас будет а не недостаток в том что с мэйк также как и мизон рассчитаны на сборку проекта одного конкретного и на заранее планирование его свойств до когда я вы как я например как мантейнер имеете дело с чем-то до вас с мэйком позиции сложнее вот тем кому интересно могут смотреть документацию у меня есть с давних пор запасенный пример использования ци мэйка можете вот его скачать развернуть попробовать вот но всем у кого глаза делаются квадратными при виде вот вот это вот всего рекомендую сразу начинать не с него а с мизона такой бодрый набирающие обороты современный движок по как раз сборки который поддерживает не только собственно сборку мы всякие си ай тестирование еще что-то вот синтаксис его тоже достаточно нормальный хотя обилие запятых лишних меня там смущает впрочем обилие круглых и квадратных скобочек одновременно в авто в конфигуряки тоже странно вот главный его на мой взгляд недостаток что у не только в том что он поддерживает исключительно ниндзю xcode и msvc и не поддерживает мэйков то что они не поддерживают мэйк принципиально чтобы закончить сегодняшний разговор немножко опять же пару слов про ними ниндзя писалось как аналог мэйк с несколькими важными отличиями времени у вас совсем нет я уже перед перебрал его ну все-таки скажу главный из которых состоит в том что нельзя не предназначен ниндзя файлы не предназначены для написания вручную нельзя прицельно на генератор счета и в этом смысле он переплевывает мэйк в производительности иногда просто в разы мэйк занимается задачей динамического разрешения выделения под графа по под 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 сети из сети зависимости и ее реализации ниндзя делает это статически в момент генерации соответственно когда вы запускаете ниндзя там уже все известно это происходит фактически уже ли организованный поэтому мгновенно а и мэйк иногда очень долго жует если вы сделаете генерат из миллиона мэйк файлов из миллиона файлов из майка он будет очень долго выживать вот читать ниндзя файл можно но не нужно вместо этого надо сразу делать мезон который значит в этот самый ниндзя файл будет генерировать внимательно изучение ниндзя меня привело к несколько удручающим выводам что они там используют какие-то странные системы убыстрения дальнейшего убыстрения работы в частности они кэшируют промежуточные результаты построения этого самого дерева в иску лайт файлах кэшируют и это может привести каким угодно каким могло бы было привести каким угодно ужасом если бы повторяю ниндзя не был статическим генератором в смысле вы анализатором этой штуки никакого анализа онлайн не производит про джопсервы обещал рассказать но не расскажу потому что время наше закончить нельзя не умеет джопсервы если хотите я разговор про джопсервы начнут следующий раз вот это интересная тема на короткой просто мы и так уже выжали время больше чем надо на целых 10 минут и я не уверен что нашему монтажеру найдется чего сократить в нашем разговоре поэтому если есть какие-то вопросы задавайте домашнее задание на этих выходных придумаю вот домашнее задание будет скажем так она будет функциональная в том смысле что от вас будет потребуется использовать либо автотулз если вас это зацепило ли вы смыть между если не зацепило но функциональность того что вы должны будете сделать должна будет работать вне зависимости от того какой мета инструментарий вы используете ну как наверное какие-то клюшки там я попрошу сделать тип тех которые я сделал сейчас учебе такой так вопрос я смотрю нету 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 и нету потому что все уже устали спасибо вам до свидания до встречи через две недели на следующей неделе у нас лекции не будет потому что пятница выходной вот соответственно через две недели мы уже наверное будем потихонечку приближаться ко всяким тестированием документированием интернационализации и вот всем прочим дополнительным инструментариям к разработке на чем в общем и до свидания